Друзья, приветствую вас во втором уроке нашего курса, курса по основам Fusion. Мы говорим с вами о программе Fusion 9 версии, о этом нодовом видеоредакторе. И в сегодняшнем уроке вкратце сделаю анонс того, начну с того, что сделаю анонс, о чем мы будем говорить. Сегодня мы поговорим с вами об интерфейсе программы Fusion, о том, как называются разные его части, для того, чтобы когда в будущем мы будем использовать эти термины, нам было проще понимать, о чем идет разговор. Мы поговорим о том, как перестраивать интерфейс в зависимости от определенных ситуаций, возможно это понадобится вам в будущем, а также как сбрасывать настройки к виду по умолчанию, ведь часто бывает так, что новички сталкиваются с проблемами по изменению интерфейса и потом им бывает трудно вернуть все к первоначальному виду. Также мы с вами поговорим о панели инструментов, о том, как ее менять, что в ней можно делать, а что пока делать не стоит. Мы с вами поговорим о навигации в окнах проекции в разных панелях программы Fusion, как это делать, и опять-таки, как это делать с помощью мышки, с помощью планшета. Отлично, ну вот, анонс сделан, теперь давайте перейдем непосредственно к тому материалу, который нам интересен. Итак, в самом начале поговорим с вами об интерфейсе Fusion. Как сейчас вы видите, у меня запущен Fusion, и это его внешний вид, это его расположение панелей, которые вы увидите тоже у себя после установки программы, это внешний вид панели по умолчанию. Давайте начнем с того, что говорим, как называются разные части, чтобы в будущем нам было проще общаться на одном языке. Итак, ну, как обычно, у большинства программ наверху у нас идет наше главное меню. Начинает меню File, Edit View и так далее. Все это элементы главного меню. Здесь находятся основные команды по модификации наших сцен. Меню File это команды по открытию и сохранению. Здесь также есть возможность импортировать определенные вещи. Есть доступ к настройкам программы, выход и открытие не так давно использованных проектов, Recent Files. В категории Edit у нас классические команды по отмене и возврату действия, команды по копированию, по работе с буфером обмена. Меню View содержит определенные вещи, которые позволяют нам менять кое-какие элементы внешнего вида Fusion. В категории Tools находятся инструменты, которые, соответственно, представляют собой узлы или ноды, которые в будущем мы активно с вами будем изучать. Скрипт определенное меню для работы со скриптовыми файлами. Fusion поддерживает несколько языков программирования, поэтому можно, соответственно, эти скрипт-файлы создавать и здесь с ними работать. Меню Window определенной команды по модификации окон. Сегодня мы об этом меню будем говорить. И меню Help вызов справки. Все обычно очень просто, ничего сложного. Итак, главное меню находится у нас наверху. Заголовок окна будет содержать название программы и название вашего проекта. В будущем, когда вы его сохраните и переименуете, здесь появится название вашего проекта. Пока пишется просто композиция 1. Ниже у нас идет под главным меню наша панель инструментов. Вот она. Вот, соответственно, кнопки, которые находятся на ней. На панели инструментов у нас по умолчанию две части отображаются. Первая – это кнопки быстрого изменения интерфейса программы. А дальше идут кнопки, которые соответствуют самым часто используемым, опять-таки, по мнению разработчиков, командам или узлам. В будущем мы тоже об этом поговорим более подробно. Чуть ниже вот эти вот области. Первая с названием Composition 1. Закладочка вот один и вот второй элемент. Это два окна проекции. Это те окна, где мы будем видеть результат нашей работы. То есть то, что мы с вами создаем, здесь будут отображаться в своем финальном виде. Вот они, наши окна проекции, либо рабочие области. Либо области отображения, или вьюверы. Вот таким образом можно еще сказать. Чуть ниже вот эта центральная основная часть – это наша рабочая область. Workspace так называемый. Здесь как раз мы и будем создавать с вами нашу узловую структуру, систему узлов, нот. Она будет отображаться здесь. И здесь мы как раз большую часть работы и будем с вами проводить. С правой стороны у нас отображается панель настроек выбранного инструмента, либо выбранного узла. Когда в будущем мы создаем с вами узлы, выделив его, на этой панели мы увидим его настроечки. Ну и внизу у нас отображается область, которая называется таймлайном, либо шкалой анимации, либо даже в документации пишется такой термин, как таймруллер. Вот шкала анимационная. Она будет в будущем использоваться для того, чтобы мы с вами могли настраивать нашу анимацию, а именно указывать длительность и проигрывание наших анимаций, длительность нашего проекта в целом, анимационного проекта. Здесь мы можем видеть также отображение ключевых кадров, то есть кадров анимации тех или иных параметров, которые мы с вами будем анимировать. Поэтому с этой областью часто мы тоже будем работать тогда, когда дело доходит до анимации. Ну и внизу несколько вещей, которые также относятся к этой, в общем-то, области. Кнопки введения времени, глобального времени проекта, начального времени проекта. И вот здесь вот последняя область указывает конечный диапазон нашего проекта. Кадров для нашего проекта, в данном случае 1000 кадров. И как видно, шкала у нас это отображает, вот она идет аж до 1000 кадров. А средние клавиши это область предпросмотра или, скажем так, проигрывания нашего проекта. Мы будем об этом говорить тоже, когда дойдем с вами до анимации. Чуть дальше, немножечко правее отображаются кнопки. Кнопка рендера, кнопка, которая запускает финальный просчет нашего проекта. В конце, когда все сделано, мы делаем финальный просчет для того, чтобы получить финальный результат. Видео или, что лучше, последовательность кадров, которые в будущем может стать видео, это делает эта кнопка. Рядышком с ней тут кнопки проигрывания анимации. Мы можем анимацию проигрывать в прямом направлении, в обратном направлении. И рядышком есть кнопки перехода по одному кадру вперед или назад. И быстрого перехода к началу и концу нашего установленного диапазона для проекта. Дальше находится ряд кнопочек, которые позволяют зацикливать анимацию, работать со звуком. Хотя во Fusion работа со звуком очень простая. Даже, я бы сказал, примитивная на данный момент. Но, опять-таки, кое-какие вещи мы можем здесь с вами делать. И дальше есть кнопочки отображения определенных параметров, которые отвечают за качество отображения настроек нашего проекта. Как этот проект выглядит в окне проекции для нас. В каком качестве, скажем так, он будет отображаться. Ну и ниже, сразу под этой областью, есть область, последняя, самая низкая, самая маленькая шкала. Я бы ее назвал шкалой состояния. Она пишет определенные подсказки. Если курсор мышки ваш находит на определенную команду или на определенную область, здесь вы можете видеть разные подписи, что этот инструмент, что эта команда означает. В будущем, кстати, мы активно будем этой областью тоже пользоваться. И в конце этой области есть информация относительно загрузки вашей оперативной памяти программой Fusion. Это тоже очень полезная вещь, потому что, когда вы подходите к пику загрузки памяти, ее надо периодически очищать. Об этом тоже мы будем говорить. Для того, чтобы работа шла быстрее, комфортнее. Чтобы старые кэш-данные не затрудняли нам работу с нашим проектом. Вот таким образом. Итак, еще разок. Значит, наверху главное меню, чуть ниже панель инструментов. Еще ниже под ними по умолчанию два. Это окна отображения конечного результата или вьюверы, так называемые. Наша основная область, workspace, рабочее пространство. С правой стороны область, которая показывает настройки выбранного инструмента. И внизу у нас шкала анимации. Вот это основные части, которые нам будут нужны. Вот как они называются. Соответственно, в будущем такими терминами мы и будем с вами пользоваться. Отлично. Тогда, я думаю, самое время перейти немножечко дальше и поговорить о том, как же мы этот интерфейс можем менять и перестраивать. Ну, самое простое, что мы с вами можем сделать. Я немножечко ранее уже сказал о том, что вот здесь вот на панели инструментов у нас есть несколько кнопок, четыре по умолчанию, которые позволяют нам уже определенным образом менять наш интерфейс. Если, например, мы нажмем на первую из них, мы увидим, что наша область, панель просмотра конечного результата, наш вьювер, вместо двух разделился, вместо двух, который был до этого, он разделен на две части, он стал отображаться одним. То есть, эта заготовка быстро меняет интерфейс таким образом. Следующая заготовка возвращает снова отображение двух вьюверов. Чуть дальше третья кнопка делает отображение этих вьюверов больше, а панель настроек, как видите, она становится гораздо меньше, уходит вот сюда. Ну и последний вариант – это два вьювера, две области для просмотра проекта, и панель опять-таки уменьшена. Значит, вы можете пользоваться этими кнопками для того, чтобы быстро менять внешний вид этих панелей. Ничего здесь сложного нет. Еще один интересный момент. Обратите внимание, что некоторые части интерфейса имеют закладки, как, например, наша рабочая область, или же, например, панель настроек. Имеет несколько складок. Например, если говорить о панели настроек, у нее есть две закладки – Tools – инструменты и Modifiers – модификаторы. По умолчанию активна закладка Tools – инструменты, и она позволяет видеть параметры наших узлов, нод, которые мы будем с вами создавать. Закладка Modifiers показывает модификаторы, которые мы можем применять к тем или иным параметрам наших инструментов. Пока, может быть, сложно, не совсем понятно, но в будущем, когда мы дойдем до модификатора, вы поймете, в чем суть. То есть определенные параметры того или иного инструмента мы можем менять еще с помощью модификаторов. Посмотрим, что это такое, как они работают. Когда они применяются, вот именно здесь, на этой закладке, вы их сможете найти. Что же касается нашей рабочей области, то по умолчанию стоит закладочка Flow, которая переводится с английского как поток, и в принципе показывает нашу рабочую область. Если же мы переключимся на вторую закладку, консоль, то наша рабочая область, смотрите, меняется на консоль. Консоль – это панель ввода, где, во-первых, будут отображаться в виде команд результаты выполнения определенных действий. Также здесь на консоли пишутся ошибки, которые, например, в процессе работы могут возникать. Плюс, опять-таки, есть поле для ввода, где можно вводить определенные команды, если мы знаем, какие команды на разных языках программирования. Он поддерживает свой язык Lua и Python версии 2, версии 3. Так, дальше. Таймлайн – это непосредственно шкала, ну, так, если дословно переводить, как бы шкала анимации, не совсем нижняя шкала, не таймрулера, о котором мы говорили до этого. Здесь будут отображаться длительности проигрывания анимации тех или иных узлов, которые мы с вами создаем в проекте. Фактически те из вас, кто когда-то работал с линейным монтажом, здесь увидят нечто похожее. Мы здесь определенные элементы можем выставлять по длительности проигрывания, делать их раньше, меньше, проигрывать их раньше или позже немножечко. Плюс, лично мне удобно на этой закладочке таймлайн работать с ключами кадров анимации. Когда они уже созданы, здесь очень быстро и удобно их можно перемещать, растягивать, масштабировать. Вот, именно для этого, в принципе, эта панель используется. У нее тоже есть свои определенные настройки. И редактор кривых, редактор Spline, Spline Editor. Это, соответственно, панель, которая будет нам позволять в будущем менять нашу анимацию, менять скорость проигрывания анимации, создавать ключевые кадры. Здесь также можно дублировать, менять типы проигрывания анимации, линейные анимации, анимация по кривой, зацикливать разные виды анимации и прочие другие делать вещи. Чуть дальше есть еще закладочка «Комментарии». Мы можем создавать комментарии для определенных узлов. Для этого нужно их создать вначале и понимать, как их создать. И дальше, соответственно, у нас есть еще опция. Но эта опция доступна в Pro-версии. Видите, программа сразу предупреждает нас о том, что эта версия недоступна в бесплатной версии, она доступна в Pro-версии. Эта версия для того, чтобы определенное взаимодействие осуществлять между пользователями в сети разных программ. То есть это в студиях очень бывает активно используется, когда пользователи могут создавать какие-то комментарии, определенные там изменения делать, соответственно, вместе работать над проектами. Но в нашем случае это не актуально, потому что эта вещь недоступна в обычной версии Fusion. Кстати, вот как только у нас сделалось, сюда мы залезли, выскочило сообщение. Смотрите, закладочка «Консоль» стала отображать сообщение. Красный треугольничек, значит, была какая-то ошибка. В данном случае это информация о том, что это параметр. Эти настройки недоступны в обычной версии. Хорошо, это базовые вещи, которые мы можем делать с интерфейсом. Помимо этого, конечно же, панели мы можем менять местами, менять их размеры. Если курсор мышки вы наводите на границу между панелей, то зажав левую кнопочку мышки, вы можете перемещать и менять размер этой панели как нужно. Это можно и здесь делать, это можно делать и здесь. Все это прекрасно работает. Это второй момент, который мы можем делать. Также у нас есть определенные элементы интерфейса, как, например, вот эта стрелочка, которая позволяет нашей панели переходить в вид такой более уменьшенный или, наоборот, в более расширенный. Что еще интересного у нас здесь есть? Если мы с вами перейдем в главное меню «Window», то здесь мы с вами можем в категории «View Layouts», то есть разное расположение видов панелей, мы можем увидеть большое количество заготовок разных, как наши панели могут отображаться. Щелкнув по-любому из них левой кнопкой мышки, вы загрузите тот или иной вид. Ну давайте попробуем загрузить первый. Наш внешний вид перестроился, интерфейса Fusion перестроился таким образом, что теперь у нас панель отображения «Viewer» наверху, здесь у нас отображается наш редактор кривых и внизу наша рабочая область. Вот таким вот образом. Если, кстати, пересмотреться к названиям, то здесь довольно-таки понятно все записано. Смотрите, например, один монитор. Означает, что эта раскладка работает для одного монитора, потому что есть раскладка для двух мониторов, в случае, если у вас подключено одновременно два монитора. Это, кстати, тоже очень удобно, делает работу более комфортной, поэтому можно переключаться на такие заготовки. Большая часть заготовок для одного монитора. Дальше «OneVP» — один viewport, то есть одно окно проекции, один вот этот viewer. «Nodes» — непосредственно эта рабочая область, то есть там, где отображаются наши узлы, ноды. И «Spline Editor» — редактор сплайна. Фактически таким вот сокращением показываются те панели, которые будут включены. Или же, например, опять-таки для одного монитора. Одно окно проекции, наша рабочая область и таймлайн. И точно так же у нас перестройка, только теперь уже не редактор кривых доступен, а доступен наш таймлайн. Вы можете дома поэкспериментировать с разными этими видами, поменять, как их хотите. Что еще можно делать? На любой из панелей можно щелкнуть правой кнопкой мышки. И в самом низу у нас будет такой параметр, доступен «ViewLayout». Опять-таки команда, которая имеет отношение к расположению элементов и панелей. И здесь у нас есть ряд команд, которые позволяют нам делать манипуляцию с нашими панелями. Например, первая опция «Remove» закроет. Что закроет, дальше зависит от той панели, где вы щелкаете. Например, сейчас «Flow», потому что у нас закладка «Flow» открыта, это наша рабочая область. Поэтому «Remove Flow». Нажав эту команду, у нас закроется эта панель. Видите? Если я щелкну здесь, например, и «ViewLayout» тоже выберу, тут будет «Remove» только «Tools», потому что я работаю с панелью, которая показывает настройки моих инструментов. Я могу тоже нажать «Remove», она удалится. Команда «Undocked» выводит эту панель в виде отдельного окна, плавающего окна, которое опять-таки дает вам возможность делать манипуляции. Какие-то окно при этом будет всегда сверху. Вот эти манипуляции, кстати, удобно очень делать, открывать в виде отдельных окон, в случае, когда у вас два монитора. Вы какие-то части интерфейса можете вынести на второй монитор, например, и, соответственно, там делать с ними манипуляции. Но пока я закрою. Что еще есть? Есть, соответственно, такая команда, как «AddView» – «Добавить вид». И тут вы должны указать, с какой стороны вы хотели бы добавить вид. То есть, смотрите, мы можем добавить относительно этой панели. С левой стороны какой-то вид, с правой стороны добавить панель, «Above», сверху, над этой панелью, и «Below», ниже, под этой панелью. Как только вы выберете положение, дальше открывается команда, где идет список окон, в которых мы можем те или иные вещи добавлять. Например, я хотел бы, допустим, для этой панели «Composition» добавить, например, с левой стороны, или давайте с правой стороны, то есть вот тут, по идее, даже она появится, добавить, например, «Flow», который я только что закрыл снизу. Вот он, «Flow». Щелкаю, хоп, и с правой стороны, смотрите, у меня активировалась панель «Maya Flow», моего потока. То есть, теперь рабочая область у меня находится здесь, а не внизу, как она была до этого сделана. Если она мне не нужна, я также здесь во «View Layout» могу воспользоваться командой «Remove» для того, чтобы закрыть. Или, например, я хочу эту панель разделить таким образом, чтобы сверху над ней отображалась, ну, что, допустим, допустим, «Spline Redactor». Хоп. И вот эта панель уже у меня появился там, «Spline Redactor». То есть, таким вот образом, интерфейс программы может как угодно изменяться. Плюс вы также в меню «Windows» можете создавать новые окна, новые окна, которые являются вьюверами, или новые окна, которые являются плавающими окнами, появляются закладки, и сюда вы можете теперь добавить все, что хотите, нужные вам инструменты, например, «Tools» и так далее, и тому подобное. То есть, огромное количество разных вещей, которые можно делать здесь с интерфейсом Fusion, как угодно перестраивать. Но, скажу вам лично от себя, я, в принципе, его никогда практически не меняю. Мне вполне хватает стандартной раскладки, не знаю, может, как-то я не углублялся в этот вопрос, но для тех задач, с которыми я работаю, мне хватает стандартной раскладки. Если вам не будет хватать, вы можете менять как угодно. Что еще нужно сказать? Если вдруг в процессе ваших манипуляций вы поназакрывали всего, понадкрывали того, чего не нужно, и теперь не знаете, что делать, здесь же в главном меню Windows, в категории «View Layouts» есть у нас команда «Reset Layout», которая, при вызове которой, щелчок левой кнопкой мышки, ваш интерфейс вернется к виду по умолчанию. Все панели, которые были открыты, закрыты, переименованы, видоизменены, вернутся на свои места, на свои положения. И вот такой интерфейс Fusion имеет по умолчанию, именно с таким интерфейсом мы и будем работать на протяжении этого нашего курса. Хорошо, вот, в общем-то, и все основные моменты, о которых я хотел сказать, касательно элементов интерфейса, касательно изменений, модификаций. Я думаю, что для тех из вас, кому интересно с этим поэкспериментировать, вы это сможете сделать самостоятельно. А мы давайте пойдем с вами дальше. Дальше я бы хотел обратить ваше внимание на такой важный момент, как активность той или иной панели и активность того или иного элемента. Смотрите, вокруг каждого элемента, например, в нашем случае сейчас, вокруг вот этой вот рабочей области, моего workflow, чертится вот такая вот светло-серая рамочка, которая идет по периметру всей этой области. Она обозначает активность этой панели, то есть сейчас активна именно эта панель. Что значит активна? Это значит, что я работаю с ней, и это значит, что если я буду использовать какие-то комбинации клавиш, они будут работать и применяться исключительно в этой панели. Это очень важный момент. Почему? Потому что бывает так, что вы нажимаете какую-то комбинацию, думая, что вы хотели бы, например, эту комбинацию применить во вьювере. Но при этом, когда вы это делаете здесь внизу, когда эта панель активна, то вы получите совсем иной эффект. К примеру, даже такое вот простое действие, комбинация клавиш Ctrl F в этом окне и в этом выполняет абсолютно разные функции. В этом окне комбинация Ctrl F поместит ваше отображение конечного результата так, чтобы он вместился в пределы окна, а в этой области, в нашей рабочей области, комбинация Ctrl F откроет инструмент для поиска новых, для поиска узлов по имени. То есть видите, в зависимости от того, какая панель активна, так или иначе будет к ней работать та или иная клавиатурная комбинация. Поэтому, если вам нужно изменить активность, вы это делаете щелчком левой кнопкой мышки. По любой из областей, видите, фокус ее перемещается, и теперь клавиатурные комбинации или какие-то другие действия будут применены именно к ней. Это важно, старайтесь на это обращать внимание даже с самых первых дней работы с Fusion, чтобы после не было ненужных вопросов, например, почему не работает комбинация. Вопрос, ответ может быть очень простой, а вы уверены, что вы в той области эту комбинацию делаете. Поэтому обращайте на это внимание. Хорошо, далее самое время перейти к навигации. Давайте посмотрим, каким образом мы можем выполнять навигацию в панелях. И дальше мы эту навигацию будем использовать в нашей работе каждый день. Но для того, чтобы вам было видно и понятно, что у нас происходит, я немножечко забегаю вперед, пока не буду объяснять, что я делаю и какие действия, скажем так, получаются. Я создам несколько узлов. Для того, чтобы вам было понятно, как работает навигация и как эти элементы у нас, как они влияют на работу. Я сейчас создал два узла. Узел Background, который занимается тем, что генерирует определенного размера холст и в пределах этого холста, скажем так, заливает его определенным цветом или градиентом. И вот первый из них, этот узел, я пока покажу его видимость в одном окне, а второй узел покажу его видимость в другом окне. Мы будем говорить об этом на следующем уроке, о тех действиях и манипуляциях, которые я делаю. Пока же я просто-напросто хочу поменять определенные параметры разных узлов. Первый из них я сделаю градиентом, и сделаю градиентом, у которого каждый из углов будет иметь свой определенный цвет. А второй я сделаю тоже градиентом, только давайте его поменяем немножечко, этот градиент, чтобы он у нас чем-нибудь доотличался. Так, например, вот таким вот образом. Отлично. Теперь нам будет лучше и понятнее видно, что у нас происходит. Итак, навигация во Fusion может выполняться как мышкой, так, соответственно, и пером вашего графического планшета. Причем я бы вам рекомендовал пользоваться именно графическим планшетом. Почему? Потому что определенные вещи, особенно навигация в 3D-пространстве, с помощью пера и планшета делается гораздо удобнее и проще, чем с помощью мышки. Но, тем не менее, если вдруг пока у вас нет планшета, графического планшета, не беда, можем пользоваться мышкой. Итак, начнем с мыши. Значит, для того, чтобы выполнять перемещение ваших рабочих областей, вам нужна средняя клавиша мыши в вашем манипуляторе, то бишь колесико. Причем, если его зажать, для того, чтобы он работал как средняя кнопка мышки, и дальше не отпуская перемещать саму мышь, то вот видно, у меня выполняется перемещение моей рабочей области. То есть я могу отпустить, переставить курсор в новое место, зажать и таким образом двигать. Причем обратите внимание, что моя область, мой вот этот Flow, Workspace, рабочее пространство, здесь вот сбоку появляется такой инструмент, который показывает, когда я выхожу за пределы рабочей области, он показывает, а что у меня находится за пределами области. То есть это вот область, белая рамочка показывает видимую область, а вот этот, все остальное, это как бы за пределами. То есть видно, что один из моих узлов сейчас ушел вниз. Я его не вижу. Вот, когда же все узлы видны, то эта индикация не отображается. Итак, эта область работает для нашего Workspace, для рабочего пространства. Она точно так же аналогично работает и вот здесь, в нашем Viewer. То есть я вот так же щелкнув средней кнопочкой мышки, могу его перемещать и получаю определенный результат. То же самое могу сделать здесь. Перемещать как угодно мой вид. Это момент первый, перемещение. Что касается левой кнопки мышки, щелчок левой кнопки мышки может делать активность на определенной панели, как мы это уже говорили. Или же если этой левой кнопочкой мышки щелкнуть на каком-то узле, он может выделить узел. Также левая кнопка мышки у нас может создавать рамочку для выделения, попадая под которую, те или иные узлы будут тоже у нас выделяться. То есть это все левая кнопка мышки выполняет. Причем когда у меня выделен узел, видите, как я и говорил немножечко ранее, у меня панель настроек начинает отображать настройки выбранного узла. Это настройки этого узла, который носит имя Background 2. Если я щелкну сюда, Background 1, здесь это выразятся в настройке этого узла, Background 1. Вот таким вот образом. Это левая кнопка мышки. Правая кнопка мышки вызывает контекстное меню. Как мы смотрели уже, когда работали с интерфейсом, мы говорили о команде View Layout. В зависимости от того, где вы щелкаете, на узле меню имеет один вид. Вне узла в рабочей области меню имеет другой вид. Или, например, здесь во Viewer меню может иметь разные виды, в зависимости от того, где вы его вызываете. Итак, мы научились перемещать с вами наше рабочее пространство. Это очень важно, потому что это очень часто приходится делать. Но есть еще одна полезная функция. Это приближение и отдаление нашего пространства. Вот тут как раз уже начинает мышкой, но не совсем, мне кажется, удобно это делать. Хотя вопрос такой. На планшете это гораздо удобнее. Чуть попозже я покажу. Итак, смотрите. Для того, чтобы приблизить или отдалить мое рабочее пространство, мне нужно сделать следующее вещь. Опять-таки, я использую среднюю кнопку мышки. Я ее зажал, щелкнул и не отпускаю. То есть, продолжаю держать в состоянии нажатом. А теперь, когда она нажата, средняя кнопка мышки, я добавляю сюда еще и левую кнопку мышки. То есть, фактически, две кнопки одновременно зажаты. Средняя и левая. И вот в таком зажатом состоянии двух кнопок на мышке, если я начинаю перемещать мою мышь, то я могу приближать или отдалять мою область. Видите, это работает как для рабочего пространства, так же это работает и вот здесь для моего вьювера. Я могу здесь увеличивать и приближаться или отдаляться, насколько мне будет нужно к любому из участков. Немножечко неудобно, потому что две мышки, к этому нужно привыкнуть. Чуть-чуть не совсем такая вот обычная навигация, скажем так. Не совсем такая вот типичная. Но, тем не менее. Конечно, с планшетом удобнее работать. Я сейчас покажу это, потому что там мы все делаем пером. И нам гораздо проще выполнять эти действия. А вот это второй момент, который мы можем делать. И у нас еще присутствует 3D пространство. Сейчас пока мы создавали узлы, узлы background, которые являются узлами, работающими с плоскостью, 2D узлами. Но если мы создадим какой-нибудь из узлов, который работает с 3D пространством, ну, например, Shape 3D узел. Это узел, который работает с 3D пространством. И если я этот узел, вот когда он у меня выделен, видите, возьму, щелкну по нему левой кнопочкой мышки и не отпуская, потащу его во вьювер, то я увижу, ну, скажем так, как этот узел выглядит. Это то, что я делаю вот здесь с этими узлами background, перетаскивая их левой кнопкой мышки сюда, в область просмотра. То же самое я сделал из Shape 3D. Щелкну левой кнопкой мышки, не отпуская, перетащил сюда, чтобы увидеть, как они у меня, как он отображается. Так вот, теперь я уже появляюсь в 3D пространстве. Видите, есть сетка, есть оси координат, которые показывают три оси направления. И я теперь могу здесь делать навигацию. Она здесь похожа. Итак, средняя кнопка мышки делает процесс перемещения вот этой вот активной камеры. Кстати, это камера перспектива, вот тут написано. Мы будем более подробно говорить о 3D-виде, а когда будем говорить о 3D-пространстве во Fusion, пока я просто у навигации, чтобы вы немножечко это понимали, попробовали, и у вас получалось это. Итак, средняя кнопка мышки перемещает и здесь точно так же. Здесь также работает такая комбинация, как средняя кнопка мышки и левая кнопочка мышки, которая дает зуммирование, то есть увеличение, приближение камеры к 3D-объекту или отдаление ее от 3D-объекта. Давайте возьмем там куб сделаем, так, наверное, лучше будет видно. Я, кстати, временно пока отключу отображение источника, освещение, чтобы лучше видеть наш объект. То есть перемещение, средняя кнопка мышка, средняя и левая кнопка мышка, зуммирование, приближение и отдаление камеры. И еще у нас есть процесс вращения. Здесь уже на клавиатуре нужно подключить клавишу Alt. То есть зажав на клавиатуре кнопочку Alt, и щелкнув средней кнопкой мышки и не отпуская, мы можем вращать нашу камеру относительно, скажем так, нашего объекта. То есть только средняя кнопка мышки и на клавиатуре кнопка Alt. То есть без Alt перемещение, а с клавишей Alt это вращение. Эти действия не работают в 2D видах, потому что здесь вращать нечего, а вот в 3D видах это работает прекрасно. Вот такая навигация. Немножко может неудобно, хотя вопрос привычки. Теперь давайте пойдем немножечко дальше. Я хотел бы показать планшет, настройки планшета. Итак, вот как у меня, допустим, настроено перо планшета. Снизу это левая кнопка мышки, нажатие пера, левая кнопка мышки, средняя кнопочка настроена как нажатие средней кнопки мышки и верхняя кнопка на планшете настроена как правая кнопка мышки. Вот таким вот образом. То есть это дает возможность мне теперь при такой вот настройке выполнять процесс манипуляции гораздо проще. То есть смотрите, я просто щелкаю пером, сейчас я убрал мышку, щелкаю пером по планшету, я могу выделять мои узлы если я допустим щелкну и перетаскиваю по поверхности планшета я черчу рамочку если я зажимаю среднюю кнопку мышки на планшете то есть из двух кнопок которая на корпусе находится это нижняя кнопка у меня выполняется функция перемещения если я щелкаю кликаю по поверхности моего планшета нажимаю на поверхность планшета и зажимаю при этом среднюю кнопку мышки у меня получается зумирование приближение и отдаление если я соответственно зажимаю alt и щелкаю средней кнопкой мышки то я по выполняю вращение то есть удобнее тем что у меня нет необходимости одновременно две кнопки мышки зажимать на планшете то есть всегда работает только какая-то одна чаще всего это средняя кнопка мышки вот alt и средняя кнопка мышки или на планшете средняя кнопка выполняет вращение вот кликнул по планшету и не отпуская поверхность перевожу при зажатой левой кнопочки мышки при зажатой левой клавиши на моем перед или нижней клавиши принципе смысл один и тот же зумирование и просто нижняя кнопочка на пире моем это соответственно перемещение то есть очень удобно планшетом навигация просто невероятно невероятно удобно кстати даже если вы зайдете на сайт компании black magic design и посмотрите к фотографии к продукту фьюжен вы увидите что там художники все работают с графическими планшетами вот таким вот образом так что вот это те манипуляции то навигация которую вы можете осуществлять возможно сейчас не все еще понятно не все еще удобно у вас есть возможность остановить видео перемотать если нужно прослушать еще раз с паузами да какие навигация какая навигация где применимо и попробовать попробуйте обязательно чтобы привыкли немножечко к ней а вот со временем чем больше вы будете делать тем конечно же быстрее и удобнее будет выполняться этот процесс работ ну это пожалуй все что я хотел сказать о навигации на этом давайте сделаем остановку мы так записали уже приличный объем материала даже немножечко превысили наш получасовой лимит сделаем остановку и в следующий раз тогда мы поговорим с вами таких вещах как первое что такое настройка нашего проекта и как менять глобальные настройки программы фьюжен дальше мы поговорим о сохранении открытии файлов наших проектов посмотрим какая структура файла проекта что в него записывается какие данные не сохраняются и нам нужно это знать чтобы мы их могли отдельно включать в материал нашего проекта также мы посмотрим что такое узлы или ноды какие есть типы этих узлов или нод как с ними работать как создавать эти узлы разными способами внутри фьюжен и я думаю что даже посмотрим принципы 2d композитинга посмотрим как фьюжен позволяет комбинировать 2d элементы объединять между собой чтобы получать определенный результат это то чем мы также с вами будем заниматься периодически процессе нашей работы в дальнейшем на наших курсах а также следующих обучающих уроков уже вне формата этого курса хорошо тогда на этом все спасибо вам большое с вами был дмитрий потреваев и если этот материал вам был полезен пожалуйста дайте мне об этом знать комментариями или установка лайков к этому видео благодарю вас и до скорой встречи пока пока